20 октября мне пришло на почту письмо с таким текстом «Мы вас взломали, заблокировали, запароли от устройств, нужно пополнить Киви кошелек на сумму 1000 рублей». Это был обычный рабочий день. Даша, как всегда, готовилась отвечать на десятки звонков от клиентов. Девушка работает менеджером проектов. Но когда взяла в руки свой телефон, поняла, сегодня связаться с ней по мобильному будет невозможно, гаджет заблокирован. Телефон в определенное время сам начал включаться и выключаться, после чего я попыталась его разблокировать. Для этого нужно было ввести свой персональный Apple ID и пароль. Я его ввожу, и он меня не пропускает. Говорит, что это неправильный. У меня был шок, потому что я на полдня выпала из цивилизации вообще полностью. То есть для человека, у которого все вот здесь и у которого 1000 звонков в день, ну это вообще немыслимо. Дашина жизнь в прямом смысле слова оказалась парализована. И все из-за одного мобильника. Пока девушка, не желая платить мошенникам деньги, бороздила интернет в поисках решения проблемы, хакеры орудовали в ее гаджете. Тем временем кемеровчане уверены, проникнуть к ним в телефон невозможно. Только вот чтобы узнать, что хранится в чужом гаджете, совсем не обязательно держать его в руках. Хакеры периодически выбрасывают в сеть фотографии обнаженных звезд. Оказалось, в областном центре тоже есть такие умельцы, которым не важно, на какой платформе работает мобильный – Android, iOS или Windows. Любимые книги, диски с музыкой, видеокассеты с записями семейных праздников, десятки фотографий, которые не помещаются в один альбом, списки контактов, а также важные документы и даже данные банковской карты – все это теперь содержится в одном гаджете. Мобильный телефон заменил с собой сразу несколько устройств. Но так ли безопасно хранить всю свою жизнь в одном мобильнике? Ведь, как оказалось, получить к нему доступ мошенникам не так уж и сложно. Им достаточно узнать пароль от электронной почты, к которой прикреплен телефон. Кстати, мобильный нашей героиней Дарьи пострадал именно из-за легкого пароля e-mail. Мы попросили эксперта по компьютерной безопасности показать нам, как гаджет становится безжизненным железом. В письме от iCloud они узнают ваш ID, с помощью него восстанавливают пароль. Здесь простым методом поиска айфона они могут его заблокировать. Переходим в режим пропажи, далее пишем сообщение, которое придет на экран. Готово. Теперь ваш телефон заблокирован. Как правило, владельцы смартфонов, работающих на платформе iOS, к одной учетной записи прикрепляют сразу несколько устройств. Например, ноутбук, планшет и телефон. Когда мошенники получают доступ к этой записи, они могут заблокировать и все гаджеты. С мобильными, которые используют платформы Windows и Android, ситуация обстоит иначе. Они не могут удаленно ваше устройство заблокировать, но если у вас сделана архивация на ваши учетные записи на Windows или на Google, то они могут получить доступ к данным, которые хранятся на ваших устройствах. Фотографии, номера телефонов, документы. А безопасить себя от подобного вмешательства можно, установив сложный пароль на электронный ящик. Эксперты считают, лучше всего писать русские слова, но латиницей. Желательно избегать совпадения логина и пароля, не писать свое имя и дату рождения. Чем меньше смысла в вашем шифре, тем меньше шансов у злоумышленников. В случае, если учетная запись телефона заблокирована, полиция рекомендует прежде всего обратиться к официальному разработчику данного мобильного устройства для устранения технической проблемы. Если же произошел взлом, злоумышленники требуют деньги за восстановление данных. В этом усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей мошенничества. В таких случаях следует обратиться с заявлением в дежурную часть полиции. Кстати, еще ни одного заявления от кузбассовцев о подобных преступлениях не поступало. Наша героиня Дарья также не стала обращаться в полицию. Она нашла выход в интернете. Там такие же пострадавшие, как и она, советовали удалить с почты все письма от компании, которая обеспечивает работу смартфона. Сменить пароль электронного ящика, а потом и свою учетную запись. После всех манипуляций гаджет вновь заработал. Кстати, письма от мошенников девушка оставила, как напоминание. Безопасность мобильника напрямую зависит от его владельца. Полина Егошина, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Продолжение следует... Продолжение следует...